Мы живем в привычном устоявшемся мире, но так ли он стабилен, как принято считать? Ведь даже происхождение нашего людского племени до сих пор предмет ожесточенных споров. Нас уверяют, что чем дальше вглубь веков мы заглянем, тем глупее и невежественнее окажется человек. Уже в школе мы заучиваем, что европейцы стали наиболее развитой расой, а в Африке и Южной Америке жили дикие племена людоедов. Но почему же именно на этих континентах находят самые древние и невероятные артефакты? Когда нам, наконец, позволят узнать ответы на очень простые вопросы? Официальная наука называет все, что не вписывается в признанную схему, подделкой и ложью. И только благодаря энтузиастам мы все-таки кое-что узнаем. Германия, Брэмен, музей заморских стран. Здесь, в Брэмене, в запаснике этнологического музея, хранятся удивительные фигурки, в свое время найденные во время раскопок в Колумбии. Сделаны вещицы из золота и похожи на примитивное изображение птицы или насекомого. Их возраст соответствует возрасту других произведений древних инков. К настоящему моменту таких фигурок найдено уже более 30, только в Брэмене их шесть. Но долгое время они никого не привлекали. Все изменилось, когда ими заинтересовались профессиональные авиаконструкторы из фирмы Lockheed. Авиастроители и космические конструкторы повторяют, что эти фигурки представляют собой летательные аппараты. Петер Белтинг, пилот Люфтваффе в отставке, стал первым, кто решился проверить летные свойства золотого самолетика инков. Раз авиаконструкторы из фирмы Lockheed заинтересовались его сходством со скоростным летательным аппаратом и более того, использовали форму дельтовидного крыла древней статуэтки в конструкции самолета SR-71 «Черный дрозд», значит, что-то в этом есть. Тем более, что и знаменитые советские Миги, как две капли воды, похожи на древнюю статуэтку. В этой фигурке сосредоточено много аэродинамических свойств, которыми не обладает ни одна птица. Нигде в орнитологии не наблюдается, например, вертикального руля направления. Нет отделенного руля высоты. Их дельтообразная конструкция свидетельствует о том, что речь идет о чем-то очень быстром. О высокоскоростном самолете, способном летать в атмосфере. Петер Белтинг сделал очень простую и, казалось бы, очевидную для любого исследователя вещь. Он попробовал сконструировать радиоуправляемую модель золотого самолетика и оснастить ее двигателем. Проблема состоит в том, что больше на Земле не было найдено ничего, что было бы изготовлено таким образом из подобного материала. У нас была точная копия артефакта, находящегося в музее Богаты. Нам дали ее на время, поскольку таких копий очень мало. Когда модель была готова, ее показали ученым. Но никто не верил, что летательный аппарат, сделанный на основе золотой статуэтки древних индейцев, полетит. Сомневался в этом и сам Петер Белтинг. Самолет по своей форме был слишком уж странным. Оставалась, правда, надежда на то, что от Земли он оторваться все-таки сможет. Но чтобы свободно летать... Поразительно, но аэродинамика странного самолета оказалась просто идеальной. Летательный аппарат выполнял сложнейшие петли и бочки, планировал даже с выключенным двигателем. Вывод напрашивался сам. В древности на Земле жили превосходные авиаконструкторы. Казалось бы, любой ученый должен был ухватиться за результаты эксперимента и сделать все, чтобы исследовать феномен. Но нет. Почему-то летающая модель древнего самолета оказалась никому неинтересной. Если бы до нас существовала другая цивилизация, то должно было быть больше доказательств ее существования, чем тот хлам, который некоторые люди представляют в качестве необычных свидетельств. Хлам? Полет самолета, сделанного по модели которой несколько тысяч лет, это хлам? Кого хотят обмануть подобными утверждениями? Почему от нас скрывают важнейшие факты? Кому выгодно, чтобы часть нашей с вами общей истории оставалась под негласным, но очень действенным запретом? Великобритания, Лондон, Кромвилл-Роуд, музей естествознания. Лондонский музей естествознания больше всего похож на храм. Величественный купол, колонны, как в католических соборах, экскурсовод, словно проповедник. Есть здесь и свой бог, как и положено, вознесенный над толпой. Чарльз Дарвин. Его учение сегодня – единственная признанная теория возникновения и развития человека как вида. Единственная религия, которую в современном научном мире можно проповедовать. Любая другая версия истории человечества тут же провозглашается ересью. По каким-то причинам существует нежелание исследовать это дальше. Это оказалось под грифом «секретно». И я не знаю почему. Как это стало возможным? Неужели в свое время сам Дарвин сумел так успешно разрекламировать свою идею? Нет. В боге он не метил и свою теорию эволюции учением, или уж тем более догмой, никогда не считал. Для него это была всего лишь научная гипотеза. Чарльз Дарвин разработал теорию эволюции. И мы видим, что она стала проблемой, которая привела к распаду общества. Но научный процесс не стоит на месте и не является догматичным. Однако в таком случае, почему теория эволюции Чарльза Дарвина все-таки превратилась в догму? Почему стала новой религией, в которую всех нас заставляют бездоказательно верить? Почему отвергаются все прочие гипотезы, которые указывают, например, на инопланетное влияние на нашу историю? Кому потребовалось, чтобы человеческая цивилизация считалась в первую очередь европейской? И чтобы народы, которые испокон века жили на богатых нефтью, золотом и алмазами землях Африки, Азии и Америки, оказались не детьми божьими, а отсталыми животными, недоразвитыми обезьянами. Зачем ради этого пришлось идти на обман и насильственную конфискацию доказательств? Эквадор, провинция Асуай, город Куэнка. Храм Святой Марии Аукселадоры. Храм Святой Марии Аукселадоры в Куэнке называют церквью нищих. Его прихожан история развития человечества и теория эволюции Дарвина интересуют мало. Может быть, поэтому мало кто знает о том, что хранится там, внизу, в подвале храма. Осторожно. Не спешите. Проходите за мной. Это подвал отцов-салезианцев. Здесь, где мы находимся, хранятся строительные материалы. А там дальше коллекция Падре Креспи. Точнее, часть коллекции. Падре Креспи собирал ее всю свою жизнь. В детстве частенько бегал сюда. Коллекция Падре Креспи – это прямоугольные пластины с серебра и золота, на которые методом чеканки нанесены странные рисунки. Ученые определяют возраст находок в три с половиной тысячи лет. Падре Креспи привез их в Куэнку из сельвы от индейцев, среди которых он прожил немало лет как миссионер. Однако коллекции сразу заинтересовались отцы-салезианцы. Пластины было приказано изъять. К сожалению, по распоряжению конгрегаций салезианцев они были вывезены из страны. Но Падре Креспи, чтобы сохранить эти объекты культуры в городе, организовал изготовление копий. Они были выполнены опытными мастерами под его строгим научным руководством. Копии, к сожалению, успели сделать далеко не со всех пластин. Но даже та малая часть, которую удалось спасти, объясняла причину испуга отцов-салезианцев. Рисунки на пластинах подрывали все представления об истории человечества. Особенно мы с ребятами любили разглядывать вот эту пластину. Здесь, как вы видите, изображение индейца вместе со слоном. Это достаточно странно. У нас тут в Эквадоре нет, никогда не было слонов. Вот, посмотрите сюда. Здесь хорошо видно, мне кажется, что это слоненок, которого кормят индейцы. Как же современная наука объясняет это невероятное соседство? А никак. И это особенно странно с учетом того, что слонов никогда не было не только в Эквадоре, но и на всем американском континенте в целом. Быть может, серьезные историки и археологи об этой древней табличке просто не знают. Среди прихожан церкви нищих в далеком Эквадоре докторов наук, наверное, действительно нет. Но ведь храм Святой Марии Ауксиладоры далеко не единственное место, которое хранит загадки такого рода. И для того, чтобы увидеть другие, даже не придется спускаться в подвал. Перу. Регион Куско. Город Альянтай-Тамбо. Гигантские зигзагообразные стены из огромных монолитных глыб в сотню тонн весом. Но и они выглядят простыми кирпичами, по сравнению вот с этим гигантом из крепости Саксайо-Аман, который весит 350 тонн. Кто построил все это? Инки? Их потомки, которые живут в Альянтай-Тамбо сегодня, могли бы гордиться таким прошлым, но честно сомневаются в том, что их предки были способны возвести подобное. Это построено до Рождества Христова. Эти камни очень древние. Это была доинкская культура. Это наши предки, но мы, Аймара, как и инки, появились здесь позже. В таком случае, кто это сделал? Действительно, какая-то цивилизация, которая возникла на земле до инков? Казалось бы, ничто этой версии не противоречит. Но туристам в храмовом комплексе Альянтан-Тамбо упорно рассказывают именно о трудолюбивых индейцах, которые построили здесь все. Вот только как быть с этим? Чем объяснить, что нижние ярусы зданий возведены строителями-виртуозами из тщательно подогнанных крупных блоков, а следующие пласты сложены кое-как из природных, почти необработанных камней поменьше? Дальше идет привычная нам уже, по сути, современная кладка. С ней все понятно, это дело рук испанцев. Но что произошло, когда профессионально обработанные камни сменились чем-то примитивным? Инки в какой-то момент внезапно разучились строить? Я не верю, что инки за сто или двести лет своей короткой истории имели хоть какое-то отношение с гигантским мегалитическим постройкам, которые мы видим повсеместно в Андах. Я думаю, что произошло следующее. Инки появились в этих местах гораздо позже. Они нашли эти гигантские постройки, которые уже были построены до них, и просто возвели свои небольшие каменные стены поверх этих сооружений. Неужели эта очевидная несостыковка бросается в глаза только нам, ученым с колоссальными постройками в Андах? Что, все ясно? Но в таком случае, в какой момент наступила эта ясность? Не в тот ли, когда теория эволюции начала свое шествие по континентам Земли? Ведь именно созданный на ее основе социальный дарвинизм стал прекрасным оправданием нескольких веков грабежей и убийств местного населения в колониях. Наши предки, наши деды и прадеды рассказывали, что раньше все было хорошо, красиво. Но пришли испанцы и все разрушили. А людей убили. Об этом говорят здесь. Говорят, что они многое увезли, украли. Но имеет ли белая раса хоть какие-то основания считать себя пиком развития человечества? Нет. И доказательства тому сохранились. Не все из них было возможно конфисковать и вывезти, как пластины Падре Креспи. Перу, регион Куска, крепость Саксайо-Аман. Еще один колоссальный комплекс, который также считается делом рук древних инков. Те же идеально подогнанные камни, которые мы уже видели в Альенте-Тамбо. Ехать сюда вроде бы и не стоило. Но именно здесь мы сумели обнаружить еще один странный факт, на который официальная наука по какой-то причине опять-таки закрывает глаза. Взгляните, какой инструмент мог оставить подобный след? Это сделать не могли не только инки, не только современные археологи. Вообще любая современная промышленность не в состоянии этого сделать. Словно бы громадная циркулярная пила располосовала камень. И это не мягкий гипс, это андезит. Местный вариант одного из самых твердых минералов – гранита. За дно движения пила углубилась на 10-15 сантиметров в твердую породу камня. Все специалисты дружно говорят, вот мы любые средства свои возьмем, мы не сможем заглубиться за дно движения на такое расстояние. Во-первых, не выдержит инструмент. Во-вторых, человек не сможет приложить такого усилия. И даже механизм не может приложить такого усилия, оставить такие следы. Отметины на камнях, которые оставили древние инструменты, встречаются в андах повсеместно. Пропилы, высверленные отверстия, удивительно гладкие срезы. Кто их сделал, если на это не способна даже современная техника? Те самые инки, которые знали лишь мягкие медь и бронзу? Довод в защиту этого неубедительного утверждения, который навязывает нам официальная наука, прост. Согласно теории эволюции, до инков в этих местах что-то пилить было просто некому. Но к чему этот обман? США, Лос-Анджелес. Сегодня некоторые ученые слишком рьяно отстаивают теорию эволюции Дарвина, которую они очень любят. Но задумайтесь, это всего лишь вопрос ничем не подкрепленной веры. Майкл Кремо фигура в современном научном мире одиозная. Ни один серьезный археолог или историк не говорит о нем безороничной усмешки. Хотя факты, которые он приводит в своих книгах, как минимум заслуживают того, чтобы быть изученными. Почему же никто не обращает на них внимания? Почему не пытается ответить на вопрос, сколько в действительности лет человечеству? И кем были те, кто построил крепость Саксайо-Ааман и научил инков, как рассчитать их удивительно точный для древнего мира календарь? Я думаю, что есть силы в мире, которые хотят держать человечество в невежестве. Если мы невежественны, то мы не можем предпринимать никакие действия. Если мы не знаем, откуда мы пришли и кто мы такие, мы не можем составлять правильные, надлежащие планы на будущее. Начиная работу над этим фильмом, мы сразу отказались рассматривать всерьез теорию некоего всемирного заговора, участники которого планомерно мешают человечеству разобраться со своим прошлым. Но раз за разом, сталкиваясь с отношением официальной науки к любой альтернативной версии истории человечества, со странным корпоративным замалчиванием фактов, мы невольно стали задумываться, не было ли наше решение преждевременным. Перу, провинция Марона-Сантьяго, регион Катасио, зона проживания индейцев Ачуар. Здесь обнаружено огромное количество камней с древними петроглифами, надписями, сделанными на неизвестном науке языке. Он не имеет никакого отношения к речи населяющих эти места индейцев Ачуар. Еще одна загадка. Этим петроглифам примерно 3000 лет. Многие петроглифические элементы встречаются на территории всей Америки. Но никто этот феномен не изучает. Всеобъемлющих, комплексных исследований, посвященных расшифровке этих символов, до сих пор не проводилось. Кто выбил их на камнях, расставленных по всей Америке? Что их создатели, которые жили на этих землях задолго до инков, таким образом хотели донести до потомков? Почему ученые категорически отказываются от мысли, что человек на нашей планете появился раньше, чем принято считать по дарвиновской теории эволюции? Теория Дарвина не объясняет всего. Но если ее принцип взять за основу, то, по сути, как концепция, она верна. Поэтому я считаю, что отрицать теорию Дарвина сейчас невозможно. По крайней мере, пока что нет достаточной причины отрицать. Все музейные экспозиции, которые должны рассказать посетителям о происхождении видов на Земле, устроены одинаково. Сначала нам показывают скелет динозавра, потом чучело мамонта, после черепа обезьян, австралопитеков и неандертальцев, затем представители диких племен Третьего мира и, наконец, нашим взором предстает европеец. Белый человек, вершина, пик развития цивилизации. Кстати, в самой теории Дарвина ни о чем подобном нет ни слова. Дарвин и его теория эволюции описывают ситуацию таким образом. Все шло постепенно, медленно и закономерно. Обезьяна случайно взяла палку, потом она немножко выпрямилась, потом она этой палкой сбила плод, и так это все шло, шло и шло. Потом, наконец, появился человек прямоходящий. При этом ничего об эволюционном господстве белой расы. Но кому-то понадобилось сделать так, чтобы именно светлокожий европеец стал считаться венцом творения. А потом жестокие законы жизни животных, описанные Дарвином, были перенесены на человеческое общество. Возникла теория социального дарвинизма. А затем и наука Евгеника. Кстати, ее создателем стал Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Теории социального дарвинизма и Евгеника стали прекрасным оправданием многовековой жестокости европейцев-колонизаторов. Они будут использовать этот повод, чтобы выработать форму власти, форму и методы возвышения над местным социальным образованием. И власть эта будет увеличена до феноменальных размеров. Поклонниками Евгеники стали, например, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Уильям Черчилль и Гитлер. Его расовая теория во многом была основана на идеях социальных дарвинистов. В итоге в немецких концлагерях погибло 12 миллионов человек. А вот эти фотографии сделаны веком раньше в Британской Индии. За время своего владычества англичане уничтожили здесь 30 миллионов человек. Причем, например, Лорд Литтон, один из вице-королей Индии, свою национальную политику оправдывал ничем иным, как трактовкой теории Дарвина. В борьбе за выживание, считал он, должен побеждать сильнейший, а значит, белый человек. И здесь мы приходим к совершенно философским теориям. Отношение к различию, отношение к иному, к другому человеку. Это что-то универсальное среди всех народов. Этот поиск отличия, обретение статуса в урегулированном линейном обществе. Загубить душу создания Божьего грех. Очистить территорию от надоедливых животных, человека-обезьян, рациональный поступок. Но пока что оставим формулу становления и укрепления дарвинизма в британских колониях и двинемся дальше. У нас в руках еще немало доказательств того, что теория эволюции никак не может считаться стопроцентно верной. Боливия, провинция Ингаби, Тиоанако. Город Тиоанако в Боливии. Самый высокогорный город в мире. Высота 3800 метров. Главная местная достопримечательность сложенный из громадных прекрасно обработанных каменных блоков храм Колососайя. В свое время он сиял на солнце так, что слепил глаза. На его стенах золотыми гвоздями были закреплены медные и бронзовые пластины, целиком закрывавшие кладку. Как смогли инки доставить эти огромные блоки из каменоломен, которые находились на расстоянии многих километров внизу? Об этом мы думаем все. И наши дети, и внуки. Как наши предки могли сделать такое? Ведь раньше не было инструментов, машин. Все делалось вручную. Многотонные камни, из которых построена Колососая в Боливии, фундаменты зданий Вальян-Тайтамбо и крепость Саксайо-Аман в Перу подняли на такую высоту вручную? При помощи рычагов и перекатывания на каменных цилиндрах, про которые нам так любит рассказывать официальная наука. Вверх по такому склону. Вы можете представить себе нечто подобное? Существует один исторический доклад, в котором рассказывается о попытке инками переместить огромный каменный блок. Закончилась эта катастрофой. Они переместили его на короткое расстояние, он опрокинулся и покатился с горы, убив тысячи людей. Почему это так принципиально? Утверждать, что громадные стены в храмовых комплексах Священной Долины Инков возвели именно они, а не кто-то, кто предшествовал им? Чьи интересы ущемит то, что в истории земной цивилизации был более древний период? По какой причине тех ученых, которые всего лишь честно выполняют свою работу, пытаясь разобраться со странными находками и фактами, объявляют еретиками? США, штат Колорадо. Мы потратили немало сил, чтобы найти эту уже немолодую женщину. Вирджиния Стин Макентайр. Некогда перспективный ученый-палеогеолог живет здесь, вдали от центров научной мысли, в небольшом поселке в горах штата Колорадо уже много лет. Мне не платят за мою работу с 1968 года. Я стала примером того, что если подвергать сомнению какие-то основополагающие теории, так называемые догмы, можно остаться без работы. В начале 60-х годов группа молодых археологов, среди которых была и Вирджиния, неподалеку от Мехико, в местечке Уайт-Лако, нашла стоянку древнего человека. Во время раскопок было найдено большое количество орудий труда и предметов быта. А еще камень с высеченными на нем рисунками, среди которых ученые с изумлением увидели изображение слона. Слон в Перу на пластинах Падре Креспи, слон в Мексике. Странное совпадение. А может, доказательство? Исследователи провели стандартные для любых археологических находок экспертизы и анализы. И были поражены еще больше. Возраст стоянки определялся в 250 тысяч лет, в то время как официальная наука считает, что на территории американского континента человек появился максимум 30 тысяч лет назад. Скорее всего, революция в науке состоялась бы, если бы наши данные были приняты. Но этого не произошло. Научное сообщество игнорировало их или отрицало. В конце концов, о них просто забыли. Так что не произошло никакой революции. Оказалось, что революцию в науке произвести сложнее, чем в политике. Академики предпочитают революции, эволюцию. И не как форму познания, а как вполне конкретную научную теорию. Так что никто переписывать учебники по археологии и антропологии не стал. По каким-то причинам не хотят переписывать собственные труды, даже если есть что-то, вынуждающие их поменять свое мнение. Вирджинию Стин МакКентайр лишили преподавательской должности в университете в Соединенных Штатах Америки. На ее карьере геолога был поставлен крест. Причем только потому, что она осмелилась опубликовать данные, которые противоречили теории эволюции Дарвина. Вирджиния Стин МакКентайр пострадала, потому что с научными данными в руках отстаивала простую и вроде бы совсем некромольную идею. У инков, майя, ацтеков были предшественники. История человечества достаточно туманная и расплывчатая. Многие цивилизации, которые были до нас, просто потеряны. Потеряны нити нас связывающие, потеряна информация, знания. В современном Перу автомобили до сих пор ездят по дорогам, которые были вымощены неизвестными древними строителями. Каменная кладка давно скрыта под асфальтом. Спрятан и ответ на вопрос. Кто же строил эти дороги, если цивилизация инков использовала колесо разве только в качестве жорного? Кто мог вырубить из супертвердого гранита огромные куски и сложить из них стены головоломной геометрии, которые простояли тысячелетия? Кто соединил их безо всякого раствора, так что в зазор невозможно просунуть даже травинку? Для того, чтобы работать с таким камнем, нужны инструменты по твердости близких калмациям. У инков не было вообще, скажем, никаких пинок. Ни один хранист не отмечает, чтобы инки занимались вообще распиловкой. Такого не было. Все, что найдено из инструментов, это максимум похоже на наши лунники. Не имела цивилизация инков и своей письменности. В Перу обходились так называемым узелковым письмом. Кипу. Которое более всего походит по сути на карты, с помощью которых не так давно программировали ЭВМ. Только на тех картах пробивали дырочки. А индейцы вязали узелки на веревочках, которые потом тщательно собирали в пучки. Уже странно и заставляет задуматься, откуда такой технологичный подход. Но сейчас не об этом. Если инки не знали письма, как тогда объяснить вот это? Столица Боливии Ла-Пас. Музей золота. Здесь в отдельной комнате стоит вот эта чаша. Почему же в музее, чья экспозиция посвящена драгоценному металлу, этому каменному артефакту уделено столько внимания? Дело в том, что по всему периметру древней чаши идет надпись на неизвестном жителям Латинской Америки языке. Эксперты уверяют, это шумерский алфавит. Как чаша древних шумеров, которые жили в Междуречии Тигра и Ефрата, оказалась в Боливии? Или сделали ее не шумеры, а инки? Но тогда где они научились писать по-шумерски? И почему забыли это умение потом? Есть легенды преданий, которые говорят о том, что инки, например, в свое время имели письменность, а дальше поступил запрет сверху, и вся письменность была уничтожена. уничтожалось знание богов древних, то есть знание некой древней цивилизации, представители которого люди называли богами. Кем они были? Надо признать, именно письмена древних шумеров дают четкий ответ на этот вопрос. И нашел его Захария Ситчин, американский ученый, рожденный на территории России. Он находит часть табличек, на которых, скажем, описывается перелет с планеты Нибиру некой вот цивилизации, которая посетила Землю. Озеро Титикака. Индейцы племени Урос живут здесь уже много веков. Природа смешивает тростник с донной тиной и создает плавающие острова. Индейцы укрепляют эти кусочки суши. Для них это и дом, и транспортное средство. Урос считают себя прямыми потомками богов-пришельцев. Они уверены, бог Веракоча обучил их всему, что они знают. Моя мама и мои бабушки рассказывали мне о нем. Мы называем его Пачимама Веракоча. Именно он рассказал индейцам Урос, как строить дома, как ловить рыбу. Но главное, как делать корабли из тростника, которые способны выдерживать даже океанические штормы. Экспедиции Тура Хейрдала наглядно доказали это. Зачем такие технологии индейцам, которые живут высоко в горах? И как объяснить тот факт, что в озере Титикака водится морская рыба? А на отмеле можно найти моллюсков, жителей соленых вод морей и океанов. Откуда они взялись в пресноводном горном озере? Раньше здесь была суша, ничего не было. Потом появился Веракоча, чтобы помочь нам. И мы начали в него верить. А после пошли дожди, началось наводнение и как будто землетрясение на озере. Так мне бабушка рассказала. В конце последнего ледникового периода, около 12 тысяч лет назад, больше 27 миллионов квадратных километров земли по всему миру ушли под воду. Это был глобальный катаклизм. Я думаю, что у нас нет полного понимания последствий этого события. Я думаю, вполне вероятно, что в результате этого глобального катаклизма мы потеряли целую цивилизацию. Быть может, Веракоча, обучая своих подопечных, готовил их именно к этому глобальному катаклизму, который оставил свой след в легендах и мифах всех без исключения народов земли. Почему Веракоча хотел спасти людей? Помочь им? Он вышел из озера и ходил вокруг по окрестностям. Да, существует такое поверье, что он появился из озера. Это фигурка. Некоторые узнают в ней водолаза. Этот экспонат является необычным. У нас нет версии его появления. Древний водолаз и бог Веракоча, который появился из озера. Связь слишком очевидна, чтобы отмахиваться от нее. В легендах сохранились и некоторые сведения о том, как выглядели боги-пришельцы. Например, того же Веракочу всегда описывают одинаково бородатый белый человек. Это был белый человек с бородой, всегда в одеянии наподобие большого пончо. Подобным образом говорят о нем и индейцы Аймара, живущие высоко в перуанских Андах и индейцы Урос с озера Титикака в Боливии. Стоит ли удивляться, что когда конкистадоры высадились на земли инков, здесь их встретили как дорогих гостей. Когда испанцы первый раз прибыли в Индейские Америки и в Мексику и в Перу, им сказали, что они выглядят как люди, которые жили там задолго до их прихода, за тысячи лет до этого и описывали их как людей, у которых была белая кожа и выступающая борода. Они были мастерами в высоких технологиях, они принесли цивилизацию в Южную Америку. для того, чтобы поднять высоко в горы к древним городам инков наше съемочное оборудование, нам пришлось нанимать носильщиков, местных индейцев. И именно глядя на них, мы задались очевидным вопросом, зачем их предкам понадобилось делать в своих домах и храмах дверные проемы и арки такой высоты. Тем более на высокогорье, где зимой очень холодно и дуют ледяные ветры. Наиболее простое объяснение этой странности одно – высокий рост истинных строителей этих зданий. Более того, на другом конце Земли, в Месопотамии, местный эпос тоже рассказывает о существах необычайно высокого роста, которые принесли людям знания. Именно так шумерские глиняные таблички описывают анунаков, прилетевших на Землю с планеты Нибиру. Одна из самых впечатляющих коллекций шумерских табличек с текстами хранится здесь, в Германии, в Йеннском университете имени Фридриха Шиллера. Для нас этот народ играет столь важную роль, потому что, во-первых, именно на их территории возникли первые города, а во-вторых, по той причине, что именно шумеры изобрели письменность. Как получилось, что полудикие племена вдруг ни с того ни с сего обрели письменность, построили каменные дома и создали государство. А до того ни одного свидетельства об образе жизни их предшественников, ни одного материального доказательства эволюции. Просто мгновенный рывок от костра в пещере до дворцов и храмов. Что-то произошло с нашим мозгом в этот период. То, что абсолютно изменило нас. и дело не во внешних переменах. Главное в том, что мы внезапно стали умными. Какие-то отголоски весьма высокого знания до нас дошли. Совершенно немыслимые, запредельные. Там, когда высоко точная таблица у шумеров встречается по движению небесных тел. Неоспоримым является тот факт, что шумеры обладали удивительными познаниями в области астрономии. Но как быть с тем, что они утверждают, что получили их от внеземных форм жизни, что знания о языке и письменности были получены ими с неба. Официальная наука предлагает единственный путь отнестись к этому как к выдумке. Но на каком основании? Почему те глиняные таблички древних шумеров, где излагаются бытовые детали их жизни, почитаются учеными как точное и достоверное жизнеописание, в то время как те, которые повествуют о прилете на Землю пришельцев анунаков, автоматически попадают в разряд шумерских мифов и легенд. Только по той причине, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Как наши предки могли сделать такое? Там говорится о шестистах анунаках, которые выполняли роль наблюдателей на орбите Земли, и первые пятьдесят которые высадились потом их там число увеличило. Откуда они пришли на Землю? И можно ли еще как-то доказать факт их существования? Можно. Подтверждение хранится здесь, в Берлинском музее Передней Азии. Подлинность его не вызывает сомнений. Это одна из так называемых Акадских печатей. Доктор археологии Иохим Марцан, ведущий немецкий специалист по изучению древней истории Месопотамии и куратор музея согласился лично показать нам ее. Это камень, а камни в Месопотамии очень редки и почти не встречались. То есть это импортированный товар. Эту печать изготовили в Месопотамии, но материал был туда привезен, а это не было дешево. Это дорогой материал. Характерная форма, возраст, который соответствует времени существования Шумера Акадского царства. На небольшом черном цилиндрике явственно проступают фигуры. Доктор Марцан говорит, что это боги, у них на головах характерные короны, но среди них есть и человек. Если сделать печать и слепок, то все станет еще более понятным и наглядным, а главное будет заметнее особенность, которая и делает эту печать уникальный. Между этими фигурами есть пространство, которое заполнено рисунком звезды. Вокруг этой звезды мы видим много маленьких точек. Эта картина интерпретируется некоторыми как отображение Солнца с планетами вокруг него. Но особенное в этом высказывании то, что вокруг Солнца, если это Солнце, отображено больше планет, чем есть в нашей Солнечной системе. Если я посчитаю все точки, которые тут есть, то у меня получается 11. Но почему 11, если общеизвестно, что Солнечная система состоит из 8 планет? Быть может, в их число засчитан Плутон, который недавно утратил статус планеты, несмотря на протесты многих астрономов. Но тогда все равно их будет 9. Что еще? Седна, которую современные астрономы обнаружили только в 2005 году. Она даже больше Плутона, но засечь ее оказалось трудно из-за очень странной для прочих планет Солнечной системы орбиты. И все равно одной 11 планеты не хватает. Где же она? Ответ можно найти опять-таки в шумерских текстах. Планета Нибиру, с которой прилетели Анунаки, находилась в границах Солнечной системы. Причем местоположение ее определяется очень точно между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. Ученые уверены, что некоторые из осколков, которые сегодня кружатся здесь, вполне могут оказаться частями некогда единой большой планеты. Что же стало причиной ее гибели? Когда это произошло? Быть может, как раз подобная глобальная катастрофа и заставила Анунаков искать прибежище на Земле. Это часто использовалось для создания теории, которая основывается на том, что жизнь на Земле цивилизация возникли не сами по себе, а были созданы чужими силами, существами с другой планеты нашей Солнечной системы. Но почему же в таком случае почти не осталось доказательств того, что они появлялись на Земле? Впрочем, так ли это на самом деле? Быть может, доказательств как раз достаточно. И встречаются они на разных концах Земли. Просто официальная наука предпочитает их не замечать. Великобритания, графство Уиллшерф, Стоунхендж, древний мегалитический памятник, который состоит из сарсеновых камней высотой почти в 5 метров. Возраст этого знаменитого на весь мир сооружения определен в 4800 лет. По официальной версии, это святилище друидов, жрецов древних кельтов. Однако профессор астрономии из Бостонского университета Джеральд Стэнли Хокинс и его коллега Джон Уайт после многолетних исследований и расчетов пришли к выводу, что Стоунхендж представляет собой древнюю обсерваторию. Совершенно очевидно, что он был связан с астрономией. Люди, которые сделали это, были знатоками астрономии. Они понимали принципы движения звезд и других небесных тел. Знаменитые мегалиты действительно стоят так, что в день летнего солнцестояния можно видеть, как солнце восходит точно над так называемым пяточным камнем Стоунхенджа. Но археологические раскопки, проведенные учеными из университета города Шеффилд, установили, что Стоунхендж это не только известный всем круг из громадных серых камней. Под землей оказались скрыты еще несколько концентрических колец, образованных из камней и рвов. Проведенные в 1998 году дополнительные расчеты доказали, что они образуют точную модель Солнечной системы в поперечном разрезе. В масштабе расстояние между концентрическими кругами Стоунхенджа полностью совпадают с расстояниями между планетами, которые вращаются вокруг нашего светила. В центре Солнце, а затем по порядку Меркурий, Венера, Земля, Марс. Однако древняя модель указывает на то, что планет в ту пору, как задумывался и создавался Стоунхендж, было 11. В точности, как на Акадской печати. В чем же было истинное предназначение этого древнего памятника? Возможно, это было место силы, возможно, место восстановления энергии, но, скорее всего, место, предназначенное для того, чтобы веками хранить некую важную информацию. Перу, пустыня Наска. Местные жители в течение многих лет ухаживают за этой могилой. Женщину, которая покоится здесь, чтут и уважают. 30 лет своей жизни немецкий математик и географ Мария Рейхе посвятила изучению загадки Плато Наска. А вот официальная наука и сегодня относится к ее исследованиям скептически. Почему? Она усомнилась в том, что колоссальные рисунки, обнаруженные в пустыне Наска случайным летчиком, являются указателями на источники воды, как пытаются убедить нас представители ортодоксальной науки. Но подобная версия действительно не выдерживает критики. Зачем нужны указатели, которые не видны никому, кроме птиц? Единственный метод изучить их и реально оценить с воздуха. Другого метода нет. Кроме того, многие рисунки сделаны в местах практически непроходимых. И тут возникают вопросы. Почему сделали? Зачем сделали? Рисунки, линии которых банальным образом прокопаны в грунте пустыни Наска, занимают площадь в 500 квадратных километров. И разглядеть их действительно можно только с воздуха, что мы и сделали, поднявшись над плато в легком самолете. Обезьяна, паук, калибри. Размеры фигур поражают. Калибри имеет в длину 50 метров. Другие фигуры еще больше. Просто непонятное чудо. Естественно, на мой взгляд, это никакой не космодром, потому что песок-то рыхлый, и галька, ни один аппарат нормально не сядет. Мария Рейха была уверена, рисунки пустыни Наска это знаки для представителей внеземной цивилизации, которые, вполне возможно, уже посещали Землю. К проблеме контактов с иными цивилизациями официальная наука относится двояко. С одной стороны, вроде бы никто не сомневается в том, что мы не одни во Вселенной. А с другой, нам с пеной у рта доказывают, что пришельцев на Земле никогда не было. И древние люди с ними никогда не общались. Правда, совершенно непонятно, на чем это утверждение базируется. Я несколько лет назад видел в книжном магазине академическое издание Перу называется «Археология Перу». И что вы думаете, в этом издании нет ни слова вообще о пустыне Наска. Для того, чтобы не влезать в эту проблему, они просто ее не упомянули и все. Нету никаких рисунков Наска, нету и проблемы. Но если рисунки в пустыне Наска не послание в космос, то с какой иной целью могла быть проделана эта колоссальная работа? Кому хотели подать сигнал жрецы племени Мочика, похороненные здесь же на плато Наска? Одна из версий, высказанная питерским исследователем Константином Хазановичем, связана вот с этими черепками, которые археологи в изобилии находят в здешних захоронениях и вдоль образуют рисунки пустыни Наска. Если попытаться соединить обломки в целое, то получится небольшая ваза с неудобным для бытового использования выпуклым дном. Потому что их не поставишь ни на стол, ни на плиту. Значит, их можно было ставить только в песчаный грудь. Их надо было немножко надавить, и они входили бы в этот грудь и плотно сидели. вот. Но спрашиваются для чего? Зачем понадобились тысячи сосудов с выпуклой формой дна? Что в них приносили сюда? Воду? Или, например, что-то горючее, масло или местную водку чичи? Но с какой целью? Константин Хазанович уверен, что все напрямую завязано на уникальный климат плато. Здесь сухо и жарко. Постоянная знойная марева дрожит над землей, создавая идеальные условия для так называемых верхних миражей. Мое предположение, моя гипотеза, что древние насканцы знали секрет верхних миражей. Или кто-то этому научил. Это явление известно современным ученым. Последний зафиксированный случай на территории России произошел в Санкт-Петербурге жарким летом 1997 года. В Таллине в небе иногда можно видеть ночной Хельсинки. Над степями и пустынями также наблюдаются огни городов. Огни. Каждый раз, рассказывая о верхних миражах, свидетели упоминают огни. А что если жрицы племени Мачика расставляли сосуды, от которых сегодня остались одни черепки, вдоль геоглифов Наска, и зажигали в них огонь? Тогда в небе возникал искусственно созданный верхний мираж. Громадный светящийся знак видны не только на огромном пространстве земной поверхности, но и из космоса. Эти гаражи, изображения возникших в летации миражей, они, видимо, имели совсем другие масштабы трассы. Во-вторых, были видны большим количеством окрестных жителей. в каждой пиктограмме была зашифрована какая-то информация. Очередные фантазии? Но в свое время гениальный Константин Циолковский предлагал наладить контакт с внеземными цивилизациями именно так, с помощью огромных светящихся геометрических знаков, нанесенных на Землю. Наска, на самом деле, загадка такая достаточно большая и гораздо более глубокая, чем про нее пишут. И она самым наглядным образом доказывает, есть многое в глубинах нашей истории, о чем мы ничего не знаем. История человечества достаточно туманная и расплывчатая. И наша современная цивилизация не является вершиной человеческой эволюции. Были до нас более развитые. Мы всего лишь следующая за ними цивилизация. Великобритания, Лондон, Кромвелл-Роуд, Музей естествознания. До самого недавнего времени считалось, что человек, первое и единственное на Земле разумное существо, развивался вполне линейно с каждым этапом, постепенно становясь все умнее, все дальше уходя от своей прародительницы обезьяны. Версия была стройной и вдруг дала сбой. Выяснилось, что неандертальцы, от которых мы по официальной версии и вели свой род, не могут считаться нашими предками. Слишком велико различие в генах. От кого же мы в таком случае произошли? Действительно, промежуточного звена между обезьяной и человеком разумным пока нет. Возможно, его вообще нет, и мы его не найдем, поскольку его и не было никогда. Существует версия, которую многие считают фантастической. Она гласит, что представители внеземного разума взяли примитивных древних жителей планеты Земля и произвели генетические манипуляции, в результате которых и появился человек разумный. Косвенным подтверждением этой версии может служить результат исследования, которое было проведено в 2010 году. Профессор статистики из Университета Райса в Техасе Марк Кемель и его коллеги из Института информатики Селезского технологического университета путем статистического анализа ДНК доказали, все люди, живущие ныне на планете Земля, имеют общую праматерь. В Африке были найдены фрагменты костей. Из них взяли образец ДНК, чтобы воссоздать целый геном человека и сравнили его с геном современного человека. Результат ошеломил ученых. Профессор Шигихаро Тагачи один из самых авторитетных ученых в области изучения генома человека. К нему в Японию мы отправились, чтобы узнать, как могло получиться, что у нашей общей праматери было 46 хромосом, как у современного человека, в то время, как у ее официально утвержденных предков, человекообразных обезьян, их насчитывается 48. Каким образом в процессе эволюции эти две хромосомы могли исчезнуть? И откуда у хомо-сапиенс взялись 200 генов, которых нет больше ни у одного живого существа на Земле? В основном у человека и у других живых существ гены совпадают, просто их комбинации разные. Но есть сравнительно небольшое количество генов, которые присутствуют только у человека и которых нет у животных. Например, те гены, которые отвечают за лобные доли мозга. Это гены, которые отвечают за речь, гены, которые определяют способность ходить на двух ногах. За что еще отвечают лобные доли? За планирование, позволяющее нам удовлетворить наши желания, реализовать наши планы. Как формировался генотип хомо-сапиенс? Ученые считают, что гены всех живых существ меняются благодаря случайным мутациям. Обычно гены родителей передаются потомству без изменений. Но иногда под действием каких-либо факторов возникают изменения, мутации. Мутации происходят моментально. Но нужно учитывать, благодаря моментальной мутации обезьяна не сможет заговорить и стать человеком. То есть мутации должны накладываться друг на друга, повторяться снова и снова, чтобы возникло существо, владеющее речью. Поэтому подобные изменения занимают очень долгий период. Обезьяне стать человеком очень непросто. Мы сколь угодно долго можем обучать и дрессировать приматов, но людьми они от этого не станут. Влияние, которое было оказано на наших предков, было куда глубже. И только наши гены знают, в результате чьего вмешательства у нас исчезла пара хромосом и добавилось две сотни генов. Почему у нас растут волосы, в то время как большинство животных на земле покрыты шерстью? И когда на самом деле появился на земле человек разумный? Дарвиновская теория эволюции гласит, что на американском континенте первые люди появились 30 тысяч лет назад, в то время как динозавры на всей планете вымерли более 65 миллионов лет назад, задолго до появления на земле первого человека. Как же в этом случае объяснить появление некоторых поразительных изображений на так называемых камнях Ики? В коллекции камней доктора Каврера имеется, наверное, более тысячи камней, на которых изображены сцены взаимодействия динозавра и человека. Так значит, официальная научная версия не права? Значит, люди и динозавры жили на земле одновременно? И было это не тысячи, а миллионы лет назад? Перу, город Ика. Ика. Город, расположенный в трехстах километрах к югу от столицы Перу, Лимы. Именно сюда, в музей доктора Кавреры, мы и поехали, чтобы своими глазами увидеть эти камни. Но оказалось, что музей закрыт. Теперь, сказали нам, камни Ики можно найти только у черных копателей и рекомендовали обратиться вот к этому человеку. Луис Альфредо Учуэвакеро, что в переводе означает черный копатель. В течение многих лет, несмотря на постоянные конфликты с властями, он находит и продает камни Ики. Мне 44 года, и все это время я работал, раскапывал, продавал. Луис Альфредо немало времени проводит вдали от дома. Особенно после ливней и селей. Тогда твердая как камень земля становится мягче, и есть надежда найти древние камни. Он продает их иностранцам за большие деньги. Камни Ики чрезвычайно популярны на Западе. Камни находят в местах, где земля очень твердая, и их трудно доставать. Надо иметь инструменты, такие как лом. Кроме того, камни находят в пустыне, в могилах жрецов, древних индейцев. А раз их клали туда, то значит, они уже тогда считались чем-то ценным и важным. И в первую очередь из-за гравировок, которые украшают их. на камнях, которые мы увидели, динозавры на самом деле соседствуют с людьми, как нам и говорил еще в Москве Андрей Жуков. На некоторых камнях они изображены как верховые животные. На них условно обозначены попоны. То есть люди ездят на динозаврах. Техника нанесения этих рисунков на гранит, который находится почти на самом верху шкалы твердости Мооса, остается загадкой для специалистов до сих пор. У древних перуанцев не существовало не то что стальных, даже железных инструментов, только медь и бронза. Нанести такой рисунок в такой технике при помощи медных и бронзовых инструментов в принципе невозможны. Слишком мягкий металл. Тысячи камней найденных в самых разных местах, в том числе и в древних захоронениях. И все они признаны официальной наукой подделками. Но кому под силу столь массовая мистификация и зачем ее осуществлять? С этим незатейливым вопросом мы обратились к человеку, который многие годы изучает камни Ики. Лима, столица Перу. Главный штаб ВВС. Как ни странно, именно здесь собрана одна из наиболее авторитетных коллекций камней Ики. Эрман Риверс, офицер главного штаба ВВС Перу, занимается камнями Ики уже немало лет и почему-то не верит в то, что они новодел. Доводы, которые он приводит, просты. Любая подделка должна принести конкретную выгоду конкретным людям. И ничего подобного в случае с камнями Ики нет. Труд в создании рисунков на камнях вложен колоссальный, а отдача для тех, кто сегодня торгует ими копеечная. Интерес к камням Ики у офицера Риверса профессиональный. Его собрание камней рассказывает о том, что у живших здесь в далекие времена людей была своя военная авиация. Здесь мы видим летящего на птице человека, который поймал другого человека. А эти двое с копьями пытаются, может быть, сделать так, чтобы он его отпустил. Такое изображение повторяется много раз. Понятно, что предки современных индейцев полеты мифологизировали, а потому на их рисунках не строгие линии летательных аппаратов, а изображение гигантских сказочных птиц. Но суть от этого, по мнению офицера Риверса, не меняется. Люди в древности умели подниматься в воздух, и, стало быть, мы не первая на земле цивилизация, которая научилась использовать летательные аппараты. Камни офицера ВВС Эрмана Риверса можно осмотреть. Представителям официальной науки до кадрового военного добраться непросто. В музей же доктора Кабреры, который закрыт уже второй год, нам попасть так и не удалось. Местные нам пояснили, замок на дверь музея повесили по решению суда. Официальная версия такова, наследники не поделили имущество покойного доктора. Неофициальная утверждает, что закрыть музей им настоятельно порекомендовали. И подобная, скажем так, фильтрация наших с вами знаний происходит тем или иным способом сплошь и рядом. Эквадор, провинция Асуай, город Куэнко, музей культуры аборигенов. В здешнем музее культуры аборигенов выставлены странные керамические фигурки, обнаруженные в Амазонской сельве много лет назад. Ученые датируют их периодом от 500 года до Рождества Христова до 500 года нашей эры. Подлинность доказана современными методами исследований. Посетители восхищаются при виде этих фигурок, которые из-за своего вида называют астронавтами. Они как будто в большом скафандре, очень похожи на современных астронавтов, летающих в космическое пространство. Эти фигурки, скорее всего, изготовлялись для религиозных церемоний. Якобы инки представляли богов не в виде каких-то фантастических созданий вроде химер собора Парижской Богоматери, а именно как людей в скафандрах. Но нелогичнее ли предположить, что древние скульпторы просто видели перед собой представителей развитой цивилизации, которые, прибыв на Землю, поначалу не рисковали ходить по неосвоенной планете без защитных костюмов. Кстати, изображения людей в скафандрах, скульптурные или рисованные, встречаются не только на американском континенте, но и на другом конце Земли. В Карелии, за полярным кругом, в Сибири, в Японии. Множество подобных скульптур было найдено в Японии. Это скульптуры периода Йомон, одного из древнейших народов Японии. Фигурки изображены в мешковатых костюмах, напоминающих космонавтов или пришельцев из космоса. Официальное объяснение гласит, что это было снаряжение всадников. Мы этого не знаем. Ведь как на самом деле одевались в древности японские всадники, действительно никому неизвестно. Так почему эта версия считается достоверной, а другая, та, что предполагает, что и в Японии, и по другую сторону океана, в Эквадоре, люди видели существ в защитных костюмах, признана еретическими выдумками. Боги дали людям земледелие, боги дали людям металлургию, обучили хозяйствовать, вообще приучили жить семьями. То есть всю цивилизацию нам дали боги. Боги или все-таки пришельцы? Что же интересовало их на земле в первую очередь? Ответы опять-таки находятся в шумерском эпосе. Правда, искать их с каждым годом становится все сложнее. С недавних пор шумерские тексты можно изучать только в крупных музеях солидных держав. Например, в Британском музее или здесь, в музее Шиллера в Германии. Германия, Йена, университет Фридриха Шиллера. Причем 90% имеющихся табличек это юридические и экономические тексты. Тех же, что интересовали нас, ученые называют их литературными источниками, даже в богатейшей коллекции, хранителем которой является Манфред Креберник, очень мало. Вы видите древневавилонский список богов. имена богов расположены соответственно пантеону. Вся божественная семья вплоть до богов преисподней. Это один из наших малочисленных археологических экземпляров. И постепенно их становится все меньше. Не так давно, во время бурных событий на Ближнем Востоке, из Багдадского музея пропала коллекция шумерских табличек, в которых как раз рассказывалось об аннунаках. Кроме того, неизвестные ограбили музей в Каире, где хранилось аналогичное собрание. Скандал был шумным, но никто почему-то так и не задался совершенно очевидным вопросом. Если это действительно были простые грабители, то почему их заинтересовало не золото или серебро, а куски глины с непонятными письменами? Ведь истинную ценность украденного могли понять только специалисты. Как бы то ни было, в результате мы с вами утратили часть своего прошлого? Или нас в очередной раз вполне осознанно лишили возможности узнать, каким оно было на самом деле? Полностью проследить происхождение шумерской религии мы не можем, поскольку письменных источников, которыми мы располагаем, недостаточно. Сохранившиеся тексты древних шумеров повествуют, что аннунаков привлекало на земле то, что интересует и современные земные государства. То, из-за чего и сегодня ведутся войны, полезные ископаемые. Каждый бог в пантеоне шумерских небожителей отвечал за свое дело, но верховный аннунак, главный правитель богов, был рудокопом. Основное количество божеств имело определенную символику или эмблемы. Например, эмблемой верховного бога Вавилона была лопата. США, штат Оклахома, поселок Хивенер. Сюда, в поселок Хивенер, расположенный в американском штате Оклахома, мы приехали, чтобы своими глазами увидеть одну заброшенную шахту. Показать ее нам согласился бывший шериф, а ныне фермер Харлен Винсон. Другой пенсионер, Уильям МакКормик, собравшись также ехать с нами, захватил с собой копию тщательно сберегаемого им письма его деда Элмана Мэттиса. Старый шахтер незадолго до смерти продиктовал его внуку. В 1928 году я, Атлас Элман Мэттис, работал в угольной шахте. Ствол шахты шел глубоко вниз, и нас опускали на лифте. Вечером мы просверлили дыры в пласте угля и заложили в них взрывчатку. Наутро после взрыва я обнаружил в шахте несколько бетонных блоков. Они были так гладко отполированы со всех сторон, что в них можно было смотреться как в зеркало. Примерно в 90-140 метрах ниже по воздушному стволу другой шахтер натолкнулся на целую стену, сложенную из таких же блоков. Нам немедленно было приказано подниматься наверх. Кроме того, руководство строго-настрого запретило говорить нам о том, что мы увидели. А потом все еще богатую углем шахту и вовсе закрыли. Ее буквально сравняли с землей. Ствол засыпали отработанной породой, а все входы тщательно замуровали. Это до сих пор принадлежит университету штата Аклахома. Они действительно нашли там что-то странное. Это одна из причин, почему они закрыли ее. Так что же скрывают от нас с такой тщательностью? И зачем это представителям официальной науки? Они не верят в свободу слова, они не верят в разумные аргументы. Они просто думают, что они должны закрыть нам рот. Так или иначе, они атакуют репутацию, они не дают доступа к средствам массовой информации. Это довольно распространенная ситуация. В большинстве стран мира сторонники дарвинистской теории эволюции являются монополистами в системе образования при поддержке государства. В большинстве стран мира не разрешается представлять какие-либо другие точки зрения. И я считаю, что это очень плохо для стран, которые ратуют за свободу мысли, свободу слова. США, Калифорния, Национальный Центр Научного Образования. Созданный здесь в Калифорнии Национальный Центр Научного Образования тщательно отслеживает школьные и вузовские программы преподавания естественной истории. Большое опасение вызывает человек, излагающий альтернативные идеи сотворения мира в классе. Это не наука. Если вы преподносите ненаучный подход как научный ученикам в классе, вы ограничиваете возможность человека не только увязывать их мировоззрение с теорией эволюции, но и понимать, как действует наука. С этим необходимо бороться. И борются. При первом же подозрении на какие-то вольности, попечителям частных учебных учреждений начинают совершенно официально угрожать тем, что они лишатся поддержки из бюджета. В государственных школах и вузах и вовсе разрешено преподавание только одного варианта происхождения человечества – дарвиновской теории эволюции. В США 50 штатов, у которых есть право создавать законы об эволюции. И, например, в прошлом году в семи разных штатах мы подготовили 9 законопроектов о преподавании теории эволюции как основной трактовки возникновения цивилизации. Один из них вот станет законом. А ведь всего 90 лет назад, в 1925 году, в Теннесси шел знаменитый обезьяний процесс. Учителя Джона Скоупса судили за то, что он посмел преподавать в школе теорию Дарвина. Но может ли научная истина устанавливаться законодательно? Зачем от нас утаивают сведения, которые, казалось бы, никому не могут причинить вреда? У меня нет никаких предположений, кто стоит за этим процессом. Но совершенно очевидно, что нам не говорят всей правды о нашем прошлом и настоящем. Те материалы, которые находят археологи в каждом полевом сезоне, даже если вот, ну, я просто сталкивался с тем, что мне люди говорили, там, уходят в ящики просто под номерами, не описываясь, не изучаясь, где-то порядка половины находок. Поразительное отношение. Ведь в других областях науки, например, физики, все иначе. Вновь сделанные открытия, полностью изменившие картину мира, никак не принижают предыдущие достижения ученых. Всем понятно, что прежняя иногда ошибочная позиция лишь этап в развитии науки. Почему же историки и археологи ведут себя так странно? Если общемировая наука уверена, контакт с внеземной цивилизацией вполне возможен, почему отдельно взятая наука археология категорически объявляет выдумками все, что связано с возможностью такого контакта в древности? Эквадор, провинция Асуай, город Куэнка. В музеях Латинской Америки хранится огромное количество странных удлиненных черепов. Ярые уфологи пытаются доказывать, что это черепа пришельцев. На самом деле это, конечно же, не так. Черепа принадлежат людям. Этому черепу присущи две редкостные основные характеристики. Зубные гвозди в качестве украшения и удлинение головы, именуемое далекоцефалия. Такое удлинение достигалось при помощи дощечек, которые прикреплялись с боков для того, чтобы череп развивался вверх. И все же, прежде чем отказаться от них, как от доказательства возможного контакта с внеземной цивилизацией в глубоком прошлом, стоит задаться очень простым вопросом. Если люди добровольно уродовали себя, соглашаясь терпеть многолетнюю боль, чтобы изменить форму черепа, на кого они при этом пытались быть похожими? Мы сейчас имеем круглые черепа. Боги были другими. они были очень высокими, но с удлиненными черепами. Кстати, это еще один поразительный факт, который связывает воедино разные народы и разные культуры Земли. Эти черепа мы снимали уже не в Латинской Америке, а в Краснодарском крае, где они и были найдены. Кроме того, и у шумеров удлиненная форма черепа была признаком принадлежности к аристократическим фамилиям. Ими могли похвастаться потомки представителей касты жрецов, чиновников и военачальников. То есть тех, чьи предки в свое время близко общались с богами. Или вернее с теми, кому наши древние предки на разных концах Земли поклонялись как богам? Вопрос состоит в том, имели ли место глобальные контакты между разными культурами? Или события развивались независимо? Имело ли место влияние из космоса, причем независимое на каждую из зон Земли? И этот вопрос также остается открытым на сегодняшний день. Сюда, в Британский музей, мы приехали для того, чтобы увидеть еще один уникальный череп. На этот раз хрустальный. Тот, что экспонируется здесь, был найден в 1927 году в Центральной Америке, в джунглях полуострова Юкатан. Смотритель, который вел нас по коридорам и залам музея, рассказал, что череп обнаружила экспедиция известного английского археолога Альберта Митчелл Хеджеса во время археологических раскопок в древнем городе Майя. Сделан он из огромного идеально обработанного кристалла горного хрусталя и поражает качеством обработки. К этому стоит добавить еще несколько важных фактов. Кристаллы такого размера и качества на Юкатане не встречаются. А горный хрусталь минерал твердый и резать его возможно только алмазом. А такими технологиями в древности не обладали. По крайней мере, так принято считать. Все, все, что у нас есть на сегодняшний день, чтобы доказать обратное, это легенды, мифы и предания, которые рассказывают о высоких технологиях в эпохе, которая предшествовала золотой. В настоящий момент ученым известно о 13 хрустальных черепах, найденных на разных континентах. Девять хранятся в частных коллекциях. Оставшиеся представлены в трех музеях в Вашингтоне, в Париже и здесь, в Лондоне, в Британском музее. Официальная наука объявила черепа подделкой. Независимая экспертиза, проведенная специалистами из компании Хьюлит Паккер, установила их подлинность. Анализ вот этого черепа показал, что он был сделан задолго до появления на американском континенте первых признанных официальной наукой цивилизаций. Существует множество археологических находок. Их количество растет, и ученым все труднее от них отмахнуться. Мы сможем многое узнать о нашем прошлом, которое, возможно, намного интереснее и фантастичнее, чем мы можем себе представить. Экспериментально зафиксированный факт. Некоторые люди, которые провели рядом с черепами долгое время, начинают видеть удивительные сны о прошлом и будущем. Им слышатся голоса людей, которые говорят на неизвестном подопытном языке. Другим же просто становится плохо. По крайней мере, медики из службы скорой помощи Лондона в этом зале Британского музея появляются достаточно часто. Кем же были те древние мастера, которые сумели сделать нечто подобное? Специалисты именно нас доказали, что это невозможно сделать не то, что при помощи примитивных инструментов, но и при помощи современной техники. Потому что, помимо шлифовки идеальной, помимо того, что нижняя челюсть отделяется и двигается, сам кристалл кварца, который использовался для создания этого черепа, был выбран сознанием законов оптики, законов преломления. Пакистан, провинция Синд, город Махенджадаро. Если специалисты НАСА пришли к выводу, что череп в глубокой древности создал некто с технической точки зрения необычайно продвинутый, значит, официальная наука снова ошибается, и современное человечество отнюдь не первое развитая цивилизация Земли. Вывод логичен, но технологии столь высокого уровня не могли не оставить множество следов своего применения. Есть ли они? Есть. Руины города Махенджадаро в Пакистане вполне доказывают это. Его явно строили существа, уровень цивилизованности которых был чрезвычайно высок. Жители Махенджадаро находились на недоступной никому другому, необъяснимо высокой для того периода истории нашей цивилизации скопения развития. У них был свой язык и скрипт, и своя письменность, которую их дети изучали в учебном заведении вроде современного колледжа. Кроме того, они были великолепными математиками, чрезвычайно продвинутыми инженерами и техниками. Но для нас интереснее всего в истории Махенджадаро не его жизнь, а его смерть. Погиб город несколько тысяч лет назад. мгновенно, по непонятной причине. На каких-то из сооружений Махенджадаро видны следы витрификации, то есть превращения в стекло. Минералы в кирпичах или камнях были расплавлены. Это одна из тех вещей, которые происходят, когда песок или камни подвергаются воздействию высокой температуры. Такую температуру простой пожар не даст. Извержение вулкана? Но ни пепла, ни лавы в Махенджадаро нет, как нет и самого вулкана. Все выглядит так, будто что-то мгновенно накрыло город с воздуха. Причем это что-то принесло с собой такую температуру, при которой начали плавиться даже камни. Что же погубило Махенджадаро? На данный момент мы исследовали около двух тысяч объектов на территории древнего города и не пришли к однозначному пониманию той причины, которая обусловила исчезновение целого народа. Есть такая тема в легендах и преданиях, как война богов, то есть некий глобальный конфликт двух основных противоборствующих групп, которые воевали между собой и воевали с применением достаточно серьезного оружия, причем война велась ну фактически на истребление. Впервые эта тема была исследователями затронута на основании текстов Махабхараты, где идет конкретное описание оружия. Махабхарата, древнеиндийский эпос, одно из крупнейших литературных произведений в мире, в котором вполне узнаваемо описано оружие массового поражения, которое мы сегодня привычно именуем ядерным. его называли Брахмастрой. И оно взрывалось со светом и температурой миллионов солнц. Следы его воздействия еще в 70-х годах прошлого века обнаружили во время раскопок в Махенджо-Дарро английский ученый Девенпорт и его итальянский коллега Винченто. Италия, Рим, Виа-Остиенце, Университет Рим-3. Камни и черепки со следами витрификации они отправили на экспертизу в Италию. Но по какой-то причине она была проведена достаточно формально. Мы не проводили доскональные и исчерпывающие исследования. Помню, что мы провели немного анализов. Почему при проведении эксперимента, который, возможно, обещал мировую сенсацию, не были использованы более полные и совершенные методы исследования. Ведь оружие массового поражения четыре с половиной тысячи лет назад это невероятная гипотеза. Ее нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Но делать это почему-то не стали. Как не спешат объяснять другие, еще более наглядные следы древней войны. Перу, регион Куска, крепость Саксайо-Аман. Другой конец земли. Местные ребятишки, как все дети, любят кататься с горок. Вот только спуски, которые плавно изгибаются здесь, не из пластмассы и не из металла. Это гранит, который начинает плавиться только при температуре свыше тысячи градусов. Вулкан? Здесь в Андах их не было и нет. Да и землетрясений никогда не случалось. Тогда что же? Платон и Аристотель оба говорят в своих трудах о том, что мы не первая продвинутая цивилизация, которая существует на этой планете. Если попытаться графически восстановить форму горы, с которой истекли когда-то эти гранитные волны, то можно получить некое строение, поразительно похожее на ступенчатые пирамиды. Допущение? Да. Но вот еще одно уже реальное, а не компьютерное, доказательство версии, которую все эпосы всех цивилизаций нашей планеты именуют «Войной богов». Этот огромный обломок лежит в стороне от горы оплавленного гранита, но выглядит так, словно был оторван от основной части некогда грандиозного каменного здания. Словно бы взрыв колоссальной силы, температура которого расплавила нижние этажи этого сооружения, отбросил какую-то его часть в сторону, отбросил и перевернул. Именно поэтому высеченный в камне лестничный марш оказался в таком положении, лежащем, что называется, лицом вниз. Сегодня, когда атомный век нашей цивилизации вот-вот разменяет восьмой десяток лет, взрыв такой силы никого не удивит. Но тогда, десятки тысяч лет назад, кто на Земле был в состоянии применять оружие такой разрушительной мощи. И что произойдет с нашей цивилизацией, если эти неизвестные силы вновь обратят свой интерес на некогда оставленную ими землю? Почему Амабиракуча, человек, который вышел из воды, сказал, что вернется? Амабиракчук. Продолжение следует...